Не так давно в социальные сети попала информация о ребенке, про которого все забыли. Маленькая девочка была найдена 14 мая в заброшенной квартире одного из домов на улице Новгородской. Как она там оказалась и кто ее родители, неизвестно. Ситуация вызвала в обществе резонанс. Интернет пестрит всевозможными догадками и слухами из непроверенных источников. Чтобы внести ясность в это дело, наша съемочная группа отправилась в ЦРБ, где на данный момент находится девочка. 14 мая во время моего дежурства сотрудниками полиции в приемное отделение ЦРБ была доставлена девочка. Эту кроху нашли в заброшенной квартире. Малышка плакала и была напугана. Соседи, которые ее там обнаружили, вызвали сотрудников полиции. Доблестные органы незамедлительно отправили маленькую девочку в центральную районную больницу. На основании обследования, которое было проведено, полное обследование девочки, мы установили примерный возраст ребенка на основании физического развития, нервно-психического. Примерно один год восемь месяцев. И было выявлено вот как раз то, что она была больна острым респираторным заболеванием с воспалением среднего уха. В принципе, была приятно одета, ну и ухоженная, грязная. Возможно, соседи одели ее. Все, что девочка хорошо ходит, сама ест, очень адекватная. Все ее полюбили. За все время, что девочка находится в больнице, а это почти две недели, ей никто не интересовался и не пытался найти. На сегодняшний день о ее прошлом ничего не известно. Родители и родственники так и не найдены. Социальные сети пестрят всевозможной информацией, которая по большому счету недостоверна. Например, информация о том, что ребенок откликается на имя Ксюша. Мы спешим развеять слухи. Девочка отзывается практически на все имена и звуки. Она достаточно внимательна к окружающему миру. В течение одной недели, если поступает к нам ребенок, то есть и никто не интересуется в течение одной недели, мы считаем, и вот органы опеки считаем, что этот ребенок подкинутый. И, естественно, исходя из законов о правах защиты ребенка, мы обязаны, значит, ребенку уже как-то документы оформить.